Студия Киркнота представляет вашему вниманию познавательные проекты, расширяющие рамки сознания и их методики. Смотрим, слушаем. Опиши, что такое Бук. Как ты чувствуешь? Ну, их осознание – это что-то большое, мощное, энергетика очень мощная. У нас таких даже нету единиц измерения. Но Бог есть в каждом из нас. Хотя эту единицу мы тоже не можем измерить. Угу. Когда чувство счастья, любви, сердце собрано воедино, когда ты делаешь хорошие поступки, и тебе не за что стесняться. Ты ощущаешь приятные, теплые чувства, нищие, ни сравнимые. Это и есть частичка Бога, которая присутствует в каждой из нас. Что надо ее отыскать. И ждет по справедливости и по совести. Угу. Мы перестанут меньше пакостить. И мы сможем все побороть вместе. И наша армия воинов будет увеличиваться. Добрых, светлых воинов. И брать мы будем добром, и лаской, и любовью. И душа от этого наша будет увеличиваться. В телах физических увеличиваться. Да, да. От хороших, добрых поступков и эмоций она увеличивается, получается? Да. Вы накапливаете энергии больше, позитивной. Угу. Я так понимаю, что есть черная энергия, правильно? Которая накапливает негативные поступки? Есть. А есть еще. Он как будто не уменьшается от черной поступки, черной энергии. Она не уменьшается. Но за счет того, что ты делаешь добрые дела, добрые поступки, твоя добрая часть, положительная энергетика растет. И тогда уже процентное соотношение меняется. Угу. Больше добрых дел, больше положительной, нужной, позитивной энергии. Энергии жизни, любви. Ее больше и больше, она растет. Тогда эта негативная энергия, она кажется уже, ее получается меньше процентов. Из-за того, что выросла позитивная энергетика. Отлично. Вот всем людям пример. Это часто спрашивают, можно ли уменьшить. Ну, в черную энергию накопленную, можно ли уменьшить. Получается, можно уменьшить, поднимая процент белой энергии. Да. Своими поступками, действиями, мыслями. Потому что плохие поступки, они остаются плохими. Мы их смыть не можем, вымыть не можем. Они остаются. Единственное, как ты можешь себя обезопасить на будущее, это повышая энергии, повышая вибрации. Своими добрыми делами, чистыми, благородными. Идущими от души, от Бога. Иногда можно исправить прошлые ошибки. Но не всегда полностью ты их можешь исправить. Даже если ты кого-то обидел, этот черный сгусток энергии остается в тебе. Когда ты приходишь, просишь у человека прощения, этот сгусток остается, но добавляется еще сгусток белой энергии. И получается уже 50 на 50, ты выровняешь. Но черное никуда не делось. Но ты хотя бы вышел в нор. Поэтому всегда надо следить за своими делами, за своими поступками. И старайтесь делать больше добрых дел. Мстить людям не надо ни в коем случае. Все, что он сделал плохое, это осталось на его совести. Это образилось на его энергетическом состоянии. Так же и вызывают болезни, правильно? Ненависть, злость. Да, ты копируешь, складируешь негативную энергию в себе. Складируешь, складируешь сам. Потом получается огромный сгусток этой негативной энергии. И он уже, твой организм физически не справляется, физическое тело. И негативная энергия приходит уже на физический уровень. Тогда дают сбой уже органы наши, физические. Являются болезни. А страх? Тоже вызывает болезни. Он закупоривает нас. Каналы закрывают все, да, связи? Закрывает каналы связи, входа-выхода. И энергии получаются? Прикрывает доступ к энергиям. Чем больше страхов, мы их в себе складируем, зажимаем. Тем самым мы как сами себя закрываем, не даем пробиться другим энергиям. И страх не выпускаем, мы его держим в себе, зажимаем. Есть страх моментальный, моментом, который может случиться. Потому что в жизни все бывает, но этот страх должен пройти через тебя и выйти дальше. Ты его прожил и выпускаешь. И живешь дальше, без страха. Потому что да, мы переживаем за детей, за близких, за разные ситуации. Но это моментальный страх. Разжили и отпустили. Точнее, даже он так медленно проходит через нас, можно так сказать. Медленно заходит, медленно выходит. А может такое быть, что кто-то питается этими страхами? Почему и так много сейчас стало со всех телевизоров, средств массовой информации? Ну, страхом, вот эти эмоции тоже страх определенный. Определенная энергия. Темный питается, наверное. Конечно, им уже выгодно, если вы закройтесь и будете питать себя только страхи и негативной энергией. От страха появляется негатив. Добра-то нет, счастья нет, радости нет. Здесь только страх. Вы закрываетесь от всего. И складируете в себе, как накопители. Копите, копите. Он смотрит, вот это мой человечек заработал, и этот заработал. Накапливает, молодец. Как он отслеживает? Он видит черную энергию, накопившуюся, да? В человеке. И это уже его, получается, его начинает как-то... Он чувствует. Но нам это сложно понять, как это он чувствует. Понятнее было, можно сказать, что видит. Для нас видеть более понятно. Он так же видит людей насквозь. Видит, сколько черного, сколько белого. Как оно накоплено, где, в каком месте. Какие страхи у человека. Он их тоже различает. Это же его дети, детище. Они витают везде в воздухе. Эти страхи. Но кто-то отбивает их, кто-то пропускает мимо. А некоторые со слабой энергетикой. Их блокируют в себе. И подпитываются. И вот, получается, зарождение этих лярв, вот такие моменты. Они могут зародиться или они именно заскакивают уже готовыми? Понижение происходит вибрации, да? И заскакивает уже готовые субстанции лярвы. Бывает, готовые, бывает, преобразуется. А вот как она преобразуется? Вот это длительное воздействие страха, там какого-то угнетения, ненависти. Да. Мы его засаживаем в определенном месте в организме. Обычно в голове. Мысли. Мысли засаживаем и крутим, крутим, вертим. Тем самым мы притягиваем то, что у нас было. И мотаем на моток еще с внешнего мира. Страхи, негатив. Чем больше ты думаешь, тем больше ты их притягиваешь. Ты их наматываешь на свой моточек. И глубок у тебя уже становится больше. С каждым разом больше. И достигает определенного объема, тогда уже идет как зарождение. Лярвы или субстанции. Накапливается определенное количество этой энергии, чтобы могла зародиться как жизнь. Негативно, как жизнь этой лярвы. Вот так вот. Ну все, она зарождается, начинает существовать теперь. И сколько у нее изначально там 0,1 Гц появляется? Вибрация или как? Или 0,0,0,1? С какого момента мы ее можем видеть? С момента зарождения. И сколько у нее момент зарождения Гц? 0,1. А 1 Гц? Да. 1 Гц? Это когда она соединилась в одно. Угу. Угу. Поэтому надо стараться замещать, если пришло что-то негативное. Говорим, это не моя мысль. Выбрасываем, замещаем светлой, позитивной, радужной мыслью. Чем больше вы думаете о плохом, тем больше вы наматываете на свой клубочек. А он никуда не девается. А почему происходит? Что, например, какой-то негативный момент, шоковый, он запоминается, врезается сильнее в память, чем хороший, позитивный. Ну, та же кровь, какое-то насилие, оно запоминается в голове и остается как бы сильнее отпечаток. Изначально вы созданы как позитивное существо. Поэтому то, что вы позитив воспринимаете, должно входить как в норму. У вас есть определенная грань уровня, например, вы получаете счастье до пяти уровней. Оно соизмеримо пяти уровнями. Счастье, любовь, радость. Вот вы получаете иногда меньше счастья, иногда больше счастья. Это схожа с вами энергетика, с которой вы изначально были созданы. Когда проходит негативная энергетика, это чужая, не свойственна вашему организму, вашим энергетическим субстанциям. Поэтому она врезается в память, врезается, так как был, к примеру, скажем, белый человек, а ему взяли кусочек черной темной кожи, пришили. Конечно, это будет кидаться в глаза все время. Как бельмо. Как бельмо. Вот так же эти черные пятна. Почему вы запоминаете больше, врезается негатив, злость, насилие. Они врезаются больше в память, потому что это чуждая вам энергетика, это не ваше. Как донорское, можно сказать. Многие начинают гоняться за этой энергетикой. Опять же, смотреть там насилие, фильмы ужасов, тому подобное. Потому что получают другие эмоции. Замещают. К этим уже привыкли, уже как-то надоело. А тут новые эмоции. Неведомы до этого. Это уже есть искушение? Как это можно назвать еще? Можно сказать, да, это как наркотик. Но человеку это только на вред. Некоторые чувствуют стоп-перебор. Как у тебя вот белое тело и вот эти черные заплатки тебе ставят, ставят, ставят. И когда ты уже чувствуешь стоп, что этих заплаток уже больше, почти там половина, чем у тебя. Светло, уже половина такая же темного, этих заплаток. Угу. Что надо останавливаться, это все скидывать. Иначе эти все темные мысли все поглотят. Настоящие. Изначально созденные. Поглотят все светлое. Завладеют тобой, как можно так сказать. А может быть, что человек не чувствует этого. Что они завладеют им. Может. Так в большинстве случаев так и есть. Мало кто чувствует, что надо останавливаться. Как будто переключают человека, меняют ему программу. Вот так вот. Угу. Жизнь на земле. Земные люди. Через своих тоже они действуют. Через своих негативных наставников, скажем так. Правильно? Затуманивают людям голову. Все дальше, все дальше их отделяют от реальности, от правды. И от Бога. И от Бога. Затуманивают, поворачивают. К кому? К сатане. Как вы его называете там, кстати? Темного. Мы называем его темным. Как вы его там называете? Да мы его не называем. Вы о нем не разговариваете? Мы разговариваем, но мы разговариваем на уровне энергетики и вибраций. Угу. У нас нет слов как таковых. Угу. А мы можем его называть? Есть какое-то сочетание энергетики и вибраций, которое обозначает его. Ну и как вот его на человеческом языке? Есть какое-то обозначение? Это как вы сами назовете, оно без разницы. Ну, сатана слово. Для него подходящее. Лучше темное. И вот темный. И вот задача вот отупанить, сменить программу человека, которая была изначально, да? Да. И забрать к себе потом эту душу испорченную, подемневшую. Правильно я понимаю? Да, правильно. И вот царство и войско тогда тоже становится сильнее. Он же воюет не только в этом измерении, не только на вашей планете. А, кстати, мы не затрагивали эту тему. То есть, по-моему, уже не на всех уровнях он присутствует. Не во всех планетах там. Есть места, где его вообще нет? Есть места, где его нет. Но это все зависит от энергетики, которую он наберет. А, то есть он может как бы заразить? Он просто еще не добрался до туда. И эта вот борьба происходит здесь и сейчас. Правильно? Навсегда было. То есть вот сегодняшние мысли, можно либо его приблизить к тому месту, да? Конечно. Где его еще нет. Либо слабее его сделать. Если, наоборот, о светлом думать и о чистом, о светлом, о душе, о любви, о гармонии семейной. И внутренней. Да, вы как цветочки. Должны расти, развиваться и выпускать, как добро и семена, похожие на себя. Это значит, сеть мысли тоже такие же, как у тебя, светлые. Добрый год, вы мои дети, вы мои цветы. И чем больше таких, как мы, тогда мы его загасим. На этой планете? Ну да. Показать, как много-много цветов, а там как бурьяны. И много цветов выросли, распустились и как подавили вот эти бурьяны. И полянка вся красивая-красивая, светлая-светлая. Отлично. Гармония везде. Все красиво, да? И гармонично. Да. Конечно, сейчас мы в меньшинстве. Я имею в виду таких, как мы. А, в этом плане. Просветленных. Просветленных мало. Остальное все как такая серая масса. У них 50 на 50, как раз у них внутри. Уж куда ветер дует, туда они вот так вот. А вот именно мы уже светлые. У них есть у каждого. Немножко светлого, немножко темного. Но мы сейчас больше. Ну-ка, если ты по белой-черной энергетике, то нас сейчас больше. Мы все белые полностью. Просветленные, они все белые. А те, кто не просветленные, они на 500% белые. Но есть и те, которые полностью черные. Такие есть? Есть, но их не такое большое количество, как белых. Посветленных. А, то есть в этом соотношении белых больше просветленных? Просветленных больше. Намного. Чем полностью темных. Поэтому надо нам вытаскивать людей на светлую сторону. Да, подсказывать. Своим примером. Своим мышлением. Ходом мыслей своих. Делиться своими мыслями. Но многие и откликаются тоже. Как бы чувствуют внутри себя что-то. Потому что в каждом это заложено. В каждом. До 20 лет человек еще получает свою энергетику позитивную. Откуда получает? Из космоса. А после 20 он должен сам уже научиться? Вот он постепенно набирает. Потому что ему не могут выдать сразу такое количество энергии и вибраций. Ему постепенно, 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 постепенно выдают как норму. А 20 лет в среднем все выдано, вся энергетика полностью. А дальше уже человек израсходует ее сам. Подпитки уже не будет, добавки не будет. А тут им уже надо делать выбор. Дальше он сам подпитывается. Да, по дороге все равно он теряет. Он набирает негативную темную энергию. Он теряет свою. А после 20 лет уже по-другому идет развитие. Подпитки нет. Уже человек сам должен себя подпитывать энергией. Должен научиться уже. Да, должен научиться уже фильтровать. Фильтровать, да. Правильно. Поэтому сложный выбор такой у людей. Они сталкиваются с разными жизненными ситуациями, где трудно сделать выбор. Угу. Да еще подсказывать негде взять. Бывают вынужденные ситуации, да. Бывает человек загнан в угол. Тогда он действует по обстоятельствам. Он вынужден это сделать, дабы спасти себя. То есть какая-то агрессивная ситуация, где он должен что-то... Отстояться. Чтобы защититься, да. Да, да, да. Либо еще что-то. У нас был вопрос. Это как раз во вред не идет. Потому что он как спасает себя, свой биоробот спасает. Угу. Потому что ему надо еще жить, накапливать дальше. Бывают непредвиденные ситуации, которые не сложены заранее программой наверху. У другого человека может быть сбой. Угу. И он может затронуть обычного человека, который идет по своей программе. Поэтому человек, который идет по своей программе, приходит отстаивать себя иногда, отпевать. А если какой-то смертельный случай, какой-то ситуация произошла? Нет, мы это не считаем. То есть это ему не засчитается так, как 50% черный? Потому что он не подставил свой организм. Не подставил свой биоробот, чтобы его уничтожили. Угу. Он защищал свой биоробот в данном случае. Это как раз... Или биороботы других людей. Угу. У нас нет такой программы на уничтожение других людей. Угу. Это не наша программа. То же самое касается и воинов, да, которые воюют. Защищают и отечество. Им тоже это не записывается, да? Нет. Солдат, военных, полицейские. Нет. Угу. Они кого защищают? Свои семьи. Семьи, Родину. Родина там, где их семья. Правильно, очень точно. Где они родились, где их семья, там их Родина. Очень точно скажем. У меня был такой вопрос, что если лезет в пор, что делать? То есть защищаться или ручки сложить и ждать, что произойдет там? Нет, защищаться. Защищаться. Потому что то, что ты добыл, ты добыл своим трудом, своей энергетикой. Никто не имеет права это у тебя забирать. Без твоего разрешения. И у нас нет такого программы, что плюс вора мы проверяли, как ты себя поведешь. Это на всех людей стоит, да? Планетах, уровнях. Ну, не на всех. Потому что не на всех планетах вообще похоже то, что здесь. Кто с нами говорил? Тот же, кто и вчера. Посланник мира всего? Да.